Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Снова на канале Jigger Drink. Сева Сомелье, большой компанией друзей. Лену вы уже знаете, наша постоянная звезда приглашенная. Вот, и сегодня у меня мой друг, зовут его Саша. Саша занимается очень обычным делом. Дело в том, что он представитель семейной штуки, которая называется Экоферма Молоко. И мы будем сегодня пробовать сыры этой Экофермы. Саша, в двух словах, где находится ферма, то есть в буквальном смысле, потому что она смотрит все странно. Буквально где? Почему сыр? Как так вышло? И какие-то особенности? Находимся мы в Омской области, поселок Черлак. Идея родилась у мамы лет 7 назад, и она идейный вдохновитель этого всего. То есть еще до санкций? Еще до санкций, да. Было желание сделать что-то свое интересное. На что я сказал, начни изучать, начни пробуй сама, там, смотри как, съезди, выучись на какие-то курсы, посмотри что, начни делать, и я поддержу. То есть я не буду вникать в технологические процессы, я буду говорить о том, как это продать, как... Короче, ты коммерческий директор, в этой семье ты коммерческий директор, отвечающий за реализацию, правильно я понимаю? Я бы больше сказал, маркетолог. А мама технолог получается? Мама получается технолог. Отлично, отлично. Подожди, а почему там поселок Черлак, все понятно? Молоко, вот как бы всем всегда интересует, там, да, история сыра, это все понятно, он на каждой полке, в каждом магазине, и всегда очень важен там аспект исходного сырья, вот само сырье. Вот отсюда и название молоко. То есть у нас свои коровки, которые... Много? Нет, это небольшое количество, это сейчас 4. 4 коров всего? Всего 4 коров. Прекрасно, вот такая местечковая. Это да, это все местечковая. Крафтовый продукт. Да, это то, что можно сделать здесь сейчас, и большинство продукции это делается свежее, то есть под заказ. То есть есть линейка из мягких рассольных сыров, которые делаются под заказ. И есть полутвердые сыры, в ближайшее время, я все-таки надеюсь, что в ближайшие полгода мы попробуем уже тот сыр, который у нас твердый. То есть он уже сейчас созревает? Он сейчас, да, вызревает, и вот это волнение, то есть... Как получится? Как получится, как все пойдет. Вот, то есть мы контролируем процесс от начала, то есть когда еще молоко такое формируется... Да, еще когда мы питанием коровы начинается все с процесса питания, потому что от того, что ест корова, будет зависеть от вкус сыра. Круто! То есть у вас реально крафтовый сыр. Что мы сегодня будем пробовать? Доставай, показывай, и как это называется? Так... А я пока вино буду открывать, а то же сыр, сыр, сыр без вина. И вроде мы про вино снимаем, поэтому пока вино. Саша, расскажи. Сегодня мы будем пробовать полутвердый сыр. У нас он именуется итальянский сыр, потому что часть рецепта взята от итальянского сыра, но есть в нем уже доработки, поэтому это не классический рецепт, поэтому это итальянский сыр. А с чего начиналось? Попытка с чего было скопировать, в первую очередь? Откуда вдохновение? Да, вот это итальянское, ты говоришь, сыр, откуда? Откуда вдохновение? Ну, это пусть будет маленькая коммерческая тайна. Главное же вкусовые качества, которые получаются. Так, я тогда начинаю резать, да? Что брали за это вон? То есть вот когда создавали этот сыр, какой был ориентир? На что ориентировались? Давай расскажу по-другому. Начнем с того, что до 18 лет я вообще не любил сыр. А теперь? А теперь... Как коммерческий директор и маркетолог, да, я его полюбил. А у меня тут какие-то трудности небольшие. Теперь, когда я понял, что сыр бывает не просто то, что продается в магазине, а сыр бывает вкусный. Бывает он разных вкусовых качеств. Это как молочные, так и с какими-то остринками, вкусовыми добавками. Которые, я говорю, начинается формирование сыра уже на процессе кормления коровы. Вот. Круто. Слушай, а посмотри, получается, что сыр оригинальный, из Черлака, Омская область. Молоко оригинальное. Молоко свое. Вообще, как бы существует... Рецепт уже тоже практически свой. Смотри. Существует как бы несколько способов названия сыров. Первый это по сырью, то есть по использованию молока. Там козье молоко, шевр называют сыры, пекорино из овенчего молока. К сожалению, из коровьи молока из буйволина, из буйволина баффало. Вот. У нас коровьи молоко. Второй способ названия это по месту, тоже такое. Есть, знаешь, грана-бадана, пармежана. И еще есть способ по породе коров. Ну, это если говорить о классических названиях, то да. А если говорить о сегодняшних, то что есть на рынке, то это тоже большое многообразие. Нельзя точно определиться, что... Окей. Мы пробуем с вами сыр черлак доминосион д'орихин, да? Черлак, номинование, который я пробую. Вот, а мы попробуем сегодня два вина сочетать с сыром. Дело в том, что когда берутся полутвердые молодые сыры, а вы держатся сколько в месяцах? Этот сыр 4 месяца. 4 месяца. Да. Как правило, не сочетают с какими-то сложными, богатыми винами, там, дорогущими. И мы будем сочетать сегодня, попробуем это с альбариньо, называется на кавир от Арусана. Мы уже когда-то пробовали вина, в прошлый раз это была лузада, теперь это кавир. Окей. Ну, так что, какое название-то будет у нас у сыра теперь? А порода коров есть какая-то? Порода коров, это опять же, даже порода коров, она была выведена именно в Черлакском районе. Была женщина, в прошлом селекционер, которая именно занималась выводом пород. И оказалось, что эта порода у него... Отличное дает отличное молоко. Дает отличное молоко, именно подходит для сыра. То есть, опять же, не каждая порода коров может давать... Короче, у нас реально, не то чтобы у нас заменители санкционных продуктов, у нас свой оригинальный сыр из коров, которые выращены в Черлаке, Черлакской породы, и из них делаем сыр. Слушайте, он это, по-моему, какой-то уникальный случай. Всего 4 коровы. А каков объем производства при таком небольшом количестве коров? Ну, сейчас это 100 литров в день. 100 литров в день молока. А сыров сколько производишь в месяц? Или в неделю? Из-за того, что большая часть это производится под заказ. Ну, да. Помимо этого, так как начинали, мы... Все-таки на сыры нужно было набить и руку, и все остальное. То есть, остались часть клиентов, которые заказывают у нас молоко, сметану и масло деревенское. Шикарно. Да, это также у нас есть, и также это мы производим. Но это все под заказ. Круто, круто. Ладно, давайте попробуем сначала вино, потом перейдем к сыру. Саша, как часто пробуешь вино? Честно, любитель такой, знаешь, просто обыватель. Ну, мы, в принципе, здесь все любители вина, но по-разному. Давайте посмотрим на цвет вина. И сразу видно хороший такой румяно-зеленоватый лаймовый отлив. Очень хороший живой блеск, что не может не радовать. Такое, хорошее, текстурное на стенках вино. Да, Лим? Ну, мне цвет очень нравится. Он прям реально аппетитный. Такой лимонно-лаймовый. Да, он прям аппетитный. Лимонно-лаймовый цвет. Супер. Расскажи, пожалуйста, про сыры. Вообще, вот такие азы сочетания сыра и вина. Ой, слушай, азов нет как таковых. Есть очень много нюансов, связанных с сырами. Но самый простой способ, это, конечно, если вы берете сыр и вино из этой же местности или стилистически из этой же направленности берете. Единственное, у меня просьба, не экспериментируйте с вином. Самые опасные эксперименты, это берут сыры с так называемой мытой корочкой. У них настолько специфический запах, что с вином это не всегда может быть хорошо. Сам по себе сыр очень вкусный. Они очень хорошо сочетаются с крепким алкоголем. Сыры с голубой плесенью, как правило, лучше скрепленными винами, либо с очень сладкими десертными винами попробовать посочетать. Это гораздо будет интереснее, чем попробовать это с сухим вином. Ну а так, в основном, твердые сыры, полутвердые сыры, мягкие сыры, как правило, с достаточно легкими винами. В ситуации, когда нужно точно попасть в сыр и вино, это такие уникальные случаи. На самом деле, в большинстве случаев, сыр является, как ни странно, десертом. В кухне или это не... Вот большая ошибка в ресторанах. Никогда не ведитесь, когда вам предлагают поставить на стол, давайте сырную тарелку. Сырная тарелка или сыры, это всегда десерт. Это в конце у вас остался бокальчик вина, или вы заказали еще одну бутылочку, возьмите сыры и попробуйте их с вином. Это десерт, ни в коем случае не берите в начале. Они к концу вечера превратятся в невкусную совершенно вещь. И это будет не то, что вы заказывали, не то, ради чего вы сыроделы стараются. Вот. Поэтому вот таких каких-то таких прям серьезных жестких правил нет. Но на мой опыт мне подсказывает. Не нужно сильно крутые вина с дорогими сырами пробовать. И наоборот, дорогущие вина с простыми сырами. Старайтесь брать демократичные, хорошие вина, белые или красные, вам уже подскажет ваше чутье и личный опыт. То есть интуитивно, правильно? Личный опыт, нет. Всегда выбирайте хорошие, молодые, классные вина, но не стоит упираться в то, что там надо обязательно хорошее, дорогое вино с сыром и так далее. Это все так относительно весьма. Окей. Переходим к вину, возвращаемся. Нос вина. Но такой. Как ни странно, даже чуть-чуть с сыром. Кислинка сразу. Хороший, да, свежий, живой, свежий аромат, травянистый, традиционный для Альбаринио. Даже немножко вино еще искрит, это прикольно. Галисийское вино, 100% Альбаринио, самый базовый уровень от Раусана. Так что давайте попробуем. Пикантное, живое, достаточно острое. Грифрут. Грифрут. Чувствуешь? Да, с горчинкой такой, грифрутовой, приятный. Супер. Теперь давайте пробовать сыр. Саш, есть ли какие-то правила пробования сыра? Из того, что знаю, из того, что смотрел сам, интересовался этим вопросом, как раз такие эксперты рекомендуют, то есть, выпить бокальчик вина. Да, видишь, мы все делаем как эксперты. Да, 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 я поэтому даже не стал вникать, вылезать в процесс, да. То есть, сначала выпить вино, то есть, возбудить рецепторы, а потом уже попробовать сыр. Окей. Запах, текстуру, что оценивают, когда пробуют сыр? Для меня, как для человека, как я скажу, изначально не любившего сыр, мне очень важен вкус. Я, в первую очередь, да, это, конечно, его нужно понюхать. А запах, ребята. Чтобы это был действительно сырный вкус. Слушайте, это прямо запах, я даже боюсь. Это такие томленые сливки, это такой фруктовый оттенок, он совершенно шикарный аромат. Он не очень интенсивный, он очень нежный. Блин, это прям супер. Он реально вот отдает вареной сгущенкой, томленными сливками и фруктовыми нотками. Это прям сливочный вот этот вот вкус. Да, он прям такой концентрированный, супер. Это вторая влюбленность в сыр уже зашла у меня после того, как попробовал именно то, что получается у нас. Я даже не знаю, кого благодарит-то, твою маму или кору в черлакских-то. Я думаю, тут совместные усилия. Совместные усилия. Окей, давайте попробуем. Опять же, чисто из своего опыта, я люблю вот именно послевкусие. Вот у всего, то есть, есть то, что ты пробуешь, и тебе нравится, либо не нравится. А вот послевкусие, это обратная сторона. Слушай, а послевкусие, это еще ярче, вот эта фруктовая сливочная нотка. Сыр живая, такая прям. Сыр это практически живой продукт. Ребята, я вам так скажу, завидуйте молча. Это хорошо. И альбаринио здесь очень уместен. Он не играет первую скрипку, он хорошо поддерживает сливочный вкус этого сыра. Это действительно клево. Теперь я знаю, что Риками давайте. Альбаринио кавир. Мы больше знаем, как по производителю ламбруски, да? Чаще всего ламбруска и милия, это такое словосочетание. Но там климат позволяет достаточно прохладный, в некоторых местах делать и такой холодолюбивый сорт винограда выращивать, как пинонеро. Он же пинонуар. Там он получается всегда очень нежный, деликатный, легкий. Там он получается деликатный, легкий и нежный. И это не будет таким сильным животным вином, которым чаще иногда бывают. Вина бургундии. Они, как правило, все из пинонуара. Отлично. Пинонеро. Всегда нравились названия. Я говорю, надо придумать название, чтобы вот так же звучало. Пинонеро или паджарелло. Если так зазвучит. Хотя, хотя... Русские люди не всегда понимают. Хотя, ты знаешь, может быть где-нибудь в Италии прозвучит черлак. Еще более благозвучно. Как чеддер прозвучит, знаешь. И все скажут, круто. И запомнят. Потому что, наверное, все-таки, да. И написать черлак, как с французским окончанием. Кую. Ну, тогда будет вообще круто. Черлак такой. Да. Окей, пинонеро. 15-го года достаточно молодой. Давайте сначала к вину, а потом вернемся к сыру. Окей. Пинонеро. Ну, кстати, сразу заметно, что цвет традиционный для пинонуара. Очень бледный. Напоминает такой компот. Немножко разведенное что-то. Ну, кожица пинонуара очень тонкая. И тем более, в Эмиле-Романе, там хоть и прохладно, но там достаточно сырое. И там пинонуар всегда будет с очень тонкой, слабоокрашенной кожицей. Поэтому и цвет вина будет такой достаточно скромный по интенсивности, по насыщенности. Но, тем не менее, достаточно ровный и приятный. Окей, с хорошим же блеском, это приятно. Вино не будет, не структурным. Класс. Давайте нос. Ну, ух, тоже хорошо. Что скажешь? Он сладковатый и какой-то шоколадный, что ли. Саша? Такой густой. Я вот даже сейчас пытаюсь разобрать по вкусам. И прям сейчас это что-то густое и вязкое прям. Ну, мне напоминает аромат лесной малины или лесной ежевики. Такой, знаете, вдоль рек, который растет. Ну, да, вполне возможно. Концентрированный, но такой немножко с диким каким-то оттенком. То есть, такой не совсем культурный аромат. Дикий немножко. Аромат диких красных ягод, такой вот, если его можно так назвать. Лесных, да. Что-то в нем есть такое вот. Не сказать слово некультурное. Не садово-огородное в этом аромате ягодном что-то есть. Земляное что-то? Да, природное. Природное такое, дикое. Я говорю, что вот какой-то приятный, такой немножко с кислинкой оттенок ягод. Супер. Ну что, пробуем? Да. Хорошая нежная текстура. Мягкий, быстрый, проходящий танин. Чуть-чуть бы подлиннее послевкусие, цены бы такому вину не было. Но, надеюсь, для сыра это нам то, что нужно. Давайте пробовать теперь с сыром. Ну да. Пробуем с сыром, Лена. Тебе. Спасибо. Мне. Окей. Как по-разному все-таки, правда? Вино с вином работает сыр. В вине кислотности как таковой пенонуара не чувствуется, но при этом, мне кажется, пряные нотки вина становятся очень интенсивными. Особенно в послевкусии. Даже такое ощущение, что послевкусие вина усиливается. Но я больше оцениваю сыр по вину, да, согласен. А вот сыр, он получается, перебивает немножко. Пенонуар в данном случае сильнее, чем сыр. Вот эта сливочная нотка тоже уходит. Наверное, я думаю, что это не только пряная нотка вина, но и пряная нотка сыра здесь как бы более интенсивная. Поэтому кажется, что вино, что здесь оно сильнее. Но однозначно сильнее. Итак, давайте предлагаю сейчас еще раз попробовать вместе с альбаринио и пенонуар. И вынести из них, что же лучше с калачинским сыром. Челлачки. Так, так, попрошу. Путаем деревни. И мы сейчас попробуем два вина сразу и выясним, какое же вино лучше подходит к сыру из черлака. Из молока черлакских, специально выведенных в черлаке молочных коров. Которые не просто молочные, а специально для того, чтобы давали молоко для производства сыра. Они выведены были случайно. Получилось так, что они очень хорошо подошли нам. Ну да, ну это хорошо. Это просто здорово. Исходя из своего опыта, я понял, что случайности, они в принципе у нас не случайны. Ну это закономерность, наверное, какая-то все-таки. Расскажи нам, пожалуйста, про ассортимент. Вообще, что вы еще предлагаете, кроме вот этого экземпляра? У нас есть два сыра мягких. Это маскарпоне и рикотта. Есть рассольные сыры. Это брынза и сулугуни. Причем сулугуни делаем как головкой, так и косичкой. То есть тут у каждого свои предпочтения. Вроде бы один сыр, но опять же из-за того, что он по-разному... Разной формы. Разной форме он по-разному созревает. И разный немножко вкус, немножко отличается, да. И полутвердые сыры, это вот классический итальянский сыр. И такое сочетание у нас есть с пряными травами. А пряные травы это какие? Там набор пряных трав. Базилик, тимьян, разговорин, скорее всего, что-то такое. Нет. Секретные червавские травы. Секретные червавские травы, да. Окей, договорились. Хорошо, давайте попробуем. Потом вернемся еще к вопросикам. Давайте все-таки вынесем вердикт, что же нам лучше подойдет. Пробуем сначала с белым, потом с красным, да? Да, уже определился. Точнее, я убедился, что Альбаринио, это очень круто. Это действительно классное сочетание. Итого, мы с вами выяснили экспериментальным путем. Я даже не предлагаю спину-нуар возвращаться, потому что реально, если вы это бы попробовали, сразу вы поймете, что да, это оно. И без вариантов. То есть, если вам что-то кто-то предложит еще из красного вина, ну, не знаю, должно быть что-то очень интересное, чтобы это как-то раскрылось. В данном случае, 100% попадание. Тут уже, не знаю, удача, либо опыт. Просто Сашины сыры, я уже пробовал. Саша иногда мне привозит сыры. Я их очень люблю. Они действительно классные и вкусные. И с пряновыми травами, я подтверждаю, реально классный сыр. Вот. Ну, что я прям не знаю. Это прям что-то, ну, как-то прям реально сильно хорошо. Это сильно хорошо. Это и фруктовость вина, и сливочность сыра, и эта гармония во рту, она вызывает даже такое легкое ощущение эйфории и радости. То есть, это то, чего я жду всегда от еды, в первую очередь, а не просто килокалорий. Собственно говоря, я думаю, что эксперимент очень удачный. И в том числе мы подтвердили тоже, думаю, что это хорошо. Мы точно знаем, что с Сашиной сыры не очень хорошо сочетаются с пину-нуаром. Я думаю, что со всеми красными винами будет такая история, потому что мне кажется, что они погубят вот эту приятную тонкую сливочность. Все-таки белые вина... Я бы единственное, вот, с травами попробовал красные. С травами, да, можно. Но мы сейчас вот конкретно про этот сыр. Может быть, еще мы твой выдержанный попробуем сыр, который вот у тебя зреет, да, твердый будет. Мы его попробуем. Может быть, он будет хорош с красными винами. Окей. Ну, тут сочетается очень здорово именно с сливочностью, вот эта горчинка мне тоже очень понравилась. Да и вообще все супер. Окей, ну что? Расскажи о стоимости еще сыра. Данный полутвердый сыр стоит 150 рублей за 100 грамм. Продаем мы его только головками изначально тоже и резали, и так на развес продавали. Ну, во-первых, большой остаток, вот, и он сохнет, потом его уже никуда, ну, нельзя использовать. Заказ через интернет. Заказ через интернет, вайбер, ватсап. Ну, если вы знакомы с Сашей, вайбер, ватсап. Да. И еще вопрос на засыпку. А что делать людям, которые живут в других городах? Возможно ли какая-то доставка или еще что-то, какие-то варианты? Ну, а... Ведь люди сидят и думают, боже мой, я хочу попробовать черлакцый сыр. Если это говорить о ближайших городах, то, в принципе, доставка реальна. Вообще у нас доставка даже в Омск идет в специально оборудованном автомобиле. Да, это не просто в пакете мы везем. То есть это, пусть это будет сумка-холодильник, но она специально выделена под сыр, в котором мы возим только сыр и молочную продукцию. В другие города просто я не гарантирую качество при доставке в другой город. Вот так вот, ребята. Приезжайте сюда, пробуйте. Приезжайте в Омск, ешьте сыр. Вот так вот. Вот. Хочу поблагодарить Сашку, потому что реально классные сыры. Ребята, если у вас есть возможность, свяжитесь с Сашей. Мы поставим ссылочку, как его найти. И закажите у него, порадуйте себя сыр, который реально я считаю, что это не аналог какого-то сыра. Там сейчас это очень модно делать а-ля камамбер, а-ля пармезан, а-ля там блю, а-ля шевр и так далее. Оригинальный сыр. Понятно, что технология традиционная. Фермерское хозяйство. Четыре коровки особой породы. Черлакское молоко. Контроль от корма коровок и заканчивая выдержкой и доставкой. Да. Вот. Все сами делают. Единственное, хочу что добавить. Я всегда предупреждаю заказчиков. Вот в момент первого заказа я говорю следующее. Осторожно, вызывает привыкание. Да, это я точно говорю. Вызывает привыкание. И как бы это, сыра мало заказывать. Субтитры сделал DimaTorzok